Вы все прикидываетесь, вы просто делаете вид, что вы там понимаете Кирилла Серебренникова, понимаете этого Сальникова, но на самом деле... Достоевский это такая муть. Я вот его не могла читать и не читала потом, и читать не собираюсь. И филолог проснулся, наверное, с Гоголя. Красота и закайнина? Да, да, безусловно. Это был запой. Нам их показывают, потому что мы такие тупые. Или мы такие тупые. Мы хотим это смотреть, да. Да, что якобы мы хотим смотреть. Литература и искусство ничему людей научить не способны. Потому что если бы люди были способны учиться на книгах, после Элиады не было бы ни одной войны. И после Библии не было бы ни одного преступления, после Нового Завета. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы смотрите новый выпуск программы «Один из нас». Мы находимся в дружественном пространстве кофейни Электории Кшиштоф. Где, как я думаю, вы знаете, если смотрите периодически наши выпуски, частенько проходят, ну, как сказать, частенько, каждый день различные лекции клубу по интересам. И на самом деле, вся вот эта культурная начинка Кшиштофа началась с одной единственной дамы, Нелли Эдуардовны Кутеевой. Кандидат филологических наук, доцент Нелли Эдуардовна ведет здесь книжный клуб и читает лекции по культуре и искусству. И, соответственно, о литературе, о преподавании, о тех людях, которые хотят расширить свой кругозор, прийти послушать о мировой культуре или обсудить только что прочитанные книги. В общем, тем у нас с вами для разговора, я думаю, сегодня предостаточно. Нелли Эдуардовну спасибо, что согласились на мое предложение и нашли время. Нелли Эдуардовна Кутеева. Кандидат филологических наук, доцент. Преподавала зарубежную литературу на факультете романа германской филологии Бажгу. Ведет книжный клуб, а также читает лекции по культуре и искусству в кофейнике Кшиштоф. Давайте с небольшой, не углубляясь, но чтобы обозначить пару моментов, даже не биографической справки, о некоторых вопросах, которых мы будем сегодня касаться, как они, собственно говоря, пересекались с вами в начале жизни. Вы помните, во сколько лет вы научились читать? Точно до школы, наверное, лет пять. В школу я пошла в шесть лет, значит, где-то лет в пять я уже умела читать. Какие книги любили в детстве и читали ли вы их самостоятельно? Или кто-то из родителей, из родственников был вашим напарником или проводником в этом занятии? В начале родители, наверное, читали, я, честно говоря, этого не помню. Я достаточно рано начала, я читала в основном сама, с начальных классов. Что это были за книги? Я понимаю, что еще ассортимент был не такой большой, как сейчас. Не очень большой. Ну, о животных очень любил. У меня была книга «Муха с капризами», которую я читала про собаку, которую я читала, я не знаю, наверное, раз 20-30-40. Стандартный набор приключенческой литературы. Где-то уже, наверное, в классе пятом или шестом это был Шарль де Кастерте и Ленин Шпигель. Очень страшно было и захватывающе страшно, ужасно. Это было такое впечатление от мира достаточно сложного. А затем, ну, вы, наверное, знаете, что в Советском Союзе я закончила школу в тот год, когда началась перестройка. То есть я вообще училась в Советской школе на полном серьезе. В Советском Союзе был дефицит книжный, книг не было. И в этом смысле мне повезло, нам повезло, потому что у папы в Уфе был знакомый, который работал в министерстве. И он периодически дарил нам замечательные книги. Например, у меня есть издание, до сих пор я его храню, издание подарочное. 1978 года Тристана Изольды, приложение Жанна Бедье, с прекрасными иллюстрациями Воловика. Вот это то, что, наверное, наследство, которое я передам своим детям, внукам. А вот если говорить про дефицит, вот, допустим, пожалуйста, знакомое, мне, например, собрание сочинений Достоевского, у меня тоже, ну, такое было, там, вот, кто-то из бабушек и дедушек покупал. Покупались эти собрания сочинений, как, ну, понятно, что сложно это назвать, там, каким-то элементом роскоши, но это вроде как надо купить. Это статус. Это какое-то вложение. То есть это статусная история. Это статус, абсолютно. Ну, этих собраний сочинений, по ощущениям, как будто бы очень много напечатали. Ну, то есть на различных книжных развалах и везде, то есть одни и те же комплекты книг встречаются часто, то есть это допечатки или, ну, в то время не всем хватало? Объясняю. Да, наверное, живя здесь, можно было бы походить и по развалам. Мы жили в деревне, достаточно далеко от Уфы, и поэтому было, с книгами было очень сложно, школьная библиотека не в счет, была сельская библиотека. И с сельской библиотекой у меня была такая история, где-то, наверное, в классе шестом или седьмом, я вообще ходила туда часто, и там среди стандартного набора собраний сочинений, конечно, был Дюма. 12-томник с красной обложкой, и эти книги нельзя было давать на руки, их нужно было читать в читальном зале. Ну, вы же понимаете, что это значит, что библиотекарь должна была сидеть там вместе со мной, что я там начитаюсь. Поэтому она мне давала их домой на три дня. Представляете, три мушкетера на три дня. А это был запой. Ты не вылезал, собственно, из книжки, только там поесть, поспать, что-то там в школу сходить, в музыкалку. Я перечитала все 12 томов «Двадцать лет спустя», «Королева Марго». Я очень любила «Графини де Массаро» и «45 особенно». Вот мне нравился «Шико», «Луиза Сан-Филича», «Викон де Бржела». Ну, то есть весь 12-томник от и до. Таким образом я перечитала большую часть библиотеки сельской и поняла, что, да, надо двигаться дальше. Я записалась в городе, специально ездила в город, в библиотеку, в районную библиотеку, но там уже было, конечно, побольше. Много чего. И очень многое из того, что я прочитала, я прочитала именно вот приезжая в город, сдавая книги. Я ездила туда там раз в неделю. А что-то, что не сюжетом, ну, который, по сути, заменял потребление контента, который сейчас есть в разных форматах. То есть мы бы сейчас читали больше, если бы у нас было меньше соблазнов посмотреть, послушать там, и меньше было бы экранов, например, вокруг. Что именно повлияло лично, ну, в подростковом, возможно, возрасте? То есть одно из первых таких воспоминаний, когда что-то прочел, и ты либо часть себя увидел в персонаже, либо нашел ответ на какой-то вопрос, который тебя мучил давно, или просто тебе как-то стало или хорошо, или легче, или наоборот о чем-то задумался, что раньше тебя как будто бы не трогало. Я это даже помню очень четко. Вот Дюма, Шарль де Костер, Даниэль Дефо – это было все равно детское чтение, развлечение. Я, наверное, это понимала, что, в общем, это да, это клево, это здорово, это захватывающе, но что-то это, что-то, в общем, не серьезно, что-то должно быть иное. И первым пунктом была именно школьная, кстати, литература. Это было горе от ума. Это было горе от ума, это было так четко, стройно, в точку. Я знала наизусть не только этот монолог, который, наверное, все учили о суде кто, но и там приличную часть текста. И я помню, что вот это впечатление, которое произвело на меня горе от ума, вот оно, наверное, было первым. А потом пошло по восходящему, то есть как развивается вот это читательское восприятие, читательский опыт. Потом был Евгений Онегин. И это совпало с какой-то влюбленностью моей, и пробудилась душа. И весь мир засверкал, эмоции, Татьяна влюбилась, я влюбилась, и это все как-то совпадало, это было очень здорово. Это были пока эмоции. Мы же не с Пушкиным родились и выросли, поэтому о том, что он пишет, как дышит, мы, в общем, это до какого-то времени, наверное, даже не осознаем. Это для нас настолько привычно. Мы его гениальность осознаем, наверное, со временем, а в детстве это точно вряд ли. А потом был герой нашего времени, когда я поняла всю сложность, двойственность, противоречивость, какие-то все эти изломы, надломы, надрывы, бессмысленное существование и тому подобное. То есть все это происходило постепенно. А потом был Гоголь. И филолог проснулся, наверное, с Гоголя. Красота языка. Да, безусловно. То есть как же он так умеет подбирать слова и к этим словам суффиксы, и потом их монтировать, и складывать все это, и складывать. Даже не мертвые души, а, наверное, Миргород, Старосветские помещики. Вот это Миргородская лужа, Кулебяка. И все это очень вкусно складывается, плетется, вырастает в образы, которые тебя поражают. Ну, например, у Манилова фемистоклюс, он ест, они едят суп, и там написано, что, ну, что-то вроде тяжелая капля из носа у наследника, тяжелая капля канула в суп. Вот это кануло в суп, это просто наповал. И на это мне казалось, что способен только Гоголь, и это, конечно, завораживает. Это в школе у вас уже проснулся филолог на Гоголе? Да, на Гоголе. Просто в школе я часто помню, когда тебе вот показывают, что вот ты читал, возможно, ты не заметил, но ты не заметил, но ты вот имей в виду, что редкая птица же, правильно? Долети до середины, да. До середины Днепра. Да, да, да. Но ты думаешь, ну да, наверное, ловко сказано, но я вот еще не в этой красоте. Но это, наверное, индивидуально. Вас проснулся филолог еще в школе, то есть Гоголь в этом возрасте работал. Думаю, что Гоголь сработал здесь, во-первых. А потом был Достоевский. Достоевский, который унес, поставил действительно на край бестны, и ты туда ухнул с размаху, и уже, в общем, наверное, не выбрался. А какой у вас был порог вхождения в Достоевского? Ну, преступление и наказание. Я сейчас говорю о школьной программе. Я не знаю, это вряд ли входило прямо, может, в обязательную программу. Я когда учился, я про другое произведение, я когда учился, это было начало нулевых, я учился уже в седьмом классе. Ну, уже, но не еще, то есть это посередине где-то. И нам на пару уроков дали почитать «Белые ночи» Достоевского. И вот, ну, я не хочу пускаться в критику и так далее, но я понимаю, что иногда можно, будучи взрослым, что-то такое сказать. И ребенок или подросток это воспримет очень буквально. У меня мама когда-то прямым текстом сказала, вот Достоевского я вообще читать не могла никогда. И это, ну, типа, самый кошмар, это Достоевский. Я вот его не могла читать, и не читала потом, и читать не собираюсь. Ну, и понятно, что ты там не обязательно пойдешь и будешь следовать по инструкции, но у тебя все равно в голове где-то Достоевский, что-то надо относиться к нему с опаской. И «Белые ночи» как порог вхождения, ну, во-первых, романтичная история, маленький объем. И у нас в классе не так, чтобы кто-то особо проникся, но вот я и еще один мой товарищ. Ну, у нас в основном было две темы для обсуждения, помимо этого. Это «Матрица» и «Девочка», которая нам обоим нравилась, но мы оба не предпринимали ничего, чтобы как-то, значит, развить вот эту симпатию. Мы только обсуждали, что она нам нравится. И вот третья тема у нас появилась глобальная «Белые ночи», потому что нам обоим настолько понравилось. И не скажу, что это потом произошло с «Преступлением и наказанием», которое мне, признаться, было тяжело читать из-за объема, из-за всего. Но вот «Белые ночи» я до сих пор, когда я свою рассказываю лекцию, ну, у меня же они такие попроще, развлекательно-познавательные. Когда вот я делаю Достоевского в поп-культуре, я всегда говорю, вот если вы, вот, у вас ноль, вы не читали ничего, просто слышали эти названия про эти сюжеты, вот я считаю, что «Белые ночи». Я еще думаю, неточка Незваного туда же. Ну да, да, но это, да, согласен, что оно такое. И кроткое, разумеется, да, что-то, да, такое, что это все равно Достоевский, но просто объем, который... Просто это одна сюжетная линия и маленький объем. Да, да, но и маленький объем, разумеется. «Преступление и наказание» я прекрасно помню вот это свое ощущение. Я читала его летом, как хорошая ученица, готовилась, да, заранее, да, никогда. И собиралась куда-то там на дискотеку, нарядилась, причепурилась, и было время. И я дочитывала, наверное, с десятка, там, два страниц как раз сцены убийства. И я прекрасно помню, что я дочитала эту сцену, и я потерялась вообще в пространстве даже. Настолько это воздействовало психологически. И я поняла, что вот это да, вот это как раз то, что я бы хотела читать. И, соответственно, Достоевский пошел. Так Достоевский пошел. Как вы выбрали, куда дальше пойти учиться? Вообще не было вопроса. То есть внутренний филолог проснулся при Гоголе, и вы в педагогический поступили? В БГУ. В БГУ, да. Понимала, что да, вот читать книги – это то, что я выбрала. Вы уже были профессиональные читательницы к тому моменту. Кстати, да. Да, школьницы. Об этом я тоже хотела сказать. Дело в том, что раньше телевидение очень часто бывало культуроцентричным. Например, всю европейскую театральную классику я пересмотрела, будучи школьницей, по первому каналу, ну, тогда и было два канала, да, по телевизору, а в воскресенье, причем чуть ли не в прайм-тайм, они показывали Шекспир, Мольер, Шиллер, вот я отлично помню заговор Фьеско в Генуе, Мещанин во дворянстве. Все это я видела по телевизору, и там, наверное, заразилась театром. Вообще-то одна из моих таких вот специализаций – это театр. И я начала читать все, весь театральный репертуар. И тогда я помню, что я вот ездила в районную библиотеку, я брала Лопа де Вега, Гальдони, Растан, разумеется, Принцесса Грёза, но все равно де Бежра. То есть Ипсен, Гаупман, вот это я все прочитала. Я даже прочитала то, что, наверное, может быть, даже не читают филологи сейчас в университете, что-нибудь типа Лилиан Хелман, Лисички. То есть весь этот репертуар мировой театральный, он уже был прочитан к тому времени. Когда я поступала в университет, я думала, ой, ну я все знаю, что легко. А потом я пришла, и Лев Григорьевич Парак на первом же курсе сказал, вот вы, наверное, думаете, что вы все знаете, нет, вы ничего не знаете. И я потом поняла, что да, я ничего не знаю, и еще, оказывается, почти ничего не читала. И вот это ощущение, что я ничего не знаю и очень мало прочитала, оно меня, оно вот со мной до сегодняшнего дня. Абсолютно. Но это голод определенный должен быть. Потому что если бы вы пришли в момент к точке, что вы все прочитали... Ну все, я все прочитала, да. Ну это же в бытовом плане очень много у кого происходит по поводу вообще любого вида самовыражения. То есть, ну, я знаю прекрасно людей из своего возраста, которые там лет в 20 с чем-то уже говорили, да я не слушаю там музыку, которая выходит. Вот я со времен Земхиры, там особо-то лучше ничего не вышло. Мометроль Земхиры, да. Да. Ну, выходило что-то хорошее еще. Ну ладно, допустим. Тебе уютно жить в таком разрезе. В этом смысле я поддерживаю только один случай, когда говорят, я свое выпил. Вот я свое выпил, я могу понять. А вот я свое прочитал, это вряд ли. Или я свое дослушал, послушал, досмотрел. Я думаю, что вряд ли. Да, голод это очень важное качество. Я бы даже сказала, да, это зависимость. В университете насколько сильно разросся ваш багаж увлечений и вообще в принципе того, что вы там прочитали, посмотрели, увлеклись. Та же самая культура, искусство, я так полагаю, это уже в университете к вам пришло. Да, разумеется. Моя специализация наряду с тем, что я филолог, я еще и специалист в области мировой художественной культуры. Именно так записано в дипломе специализация. И мы были первым набором, вот со Светланой Чураевой, как раз мы были первым набором, наша группа. И, конечно, это было во многом открытие. С классическим искусством я была знакома. Дело в том, что мой папа самодеятельный художник. И у нас дома огромное количество книг об искусстве. О живописи, Эрмитаж, Третьяковка, альбомы различных художников. И поэтому собирать книги об искусстве – это у меня страсть от папы. Но там был реализм. Это был Шишкин, Репин, Суриков, вся реализация – итальянские живописцы. А вот модернизм, авангард я открыла для себя именно в университете. И научилась в этом разбираться. Научили разбираться, понимать это. И, в общем, вот тот импульс, который я там получила, конечно, безусловно, он очень много дал. Ну и в плане литературы, безусловно. В каких вузах вы преподавали? И какие это были предметы? Я преподавать начала сразу после университета. В Бирском тогда еще 5-й институте. Это он сейчас филиал. Преподавала там сначала на кафедре общественных наук, а потом, кстати, вот мировую художественную культуру. А знаете ли вы, что было время, это год 96-й, 97-й, когда мировую художественную культуру преподавали на всех факультетах. Я читала МХК физикам, химикам, далеко не гуманитариям. Нет, я этого не знаю, но у нас в школе в старших классах была мировая художественная культура. В 10-11 классе. И в это время появилась школа. 11 час в неделю. Да. И параллельно я работала в лицее. То есть я, в общем, со школой сотрудничала тоже. Я там преподавала МХК в лице 3 года. 9-й, 10-й, 11-й. Да, 90-й, 11-й. И, в общем, это тоже был замечательный опыт. А потом я преподавала уже зарубежную литературу. Это моя специальность. Потом мы уезжали, перебрались сюда. И здесь уже в Уфе я работала в университете, в БГУ на ФРГФ. В факультете романа германской филологии тоже преподавала зарубежную литературу. Потом я преподавала ту же самую зарубежную литературу в Москве, в МГПУ, в Институте зарубежной филологии. И, собственно, потом вернулась сюда. То есть большая часть своего педагогического опыта связана, моего педагогического опыта, связана как раз с преподаванием зарубежной литературы. Мировая художественная культура, она так периодически где-то всплывает и уходит. А у вас нету в голове, я не знаю, возможно, это складывается в какую-то временную линию, но либо это мое какое-то воображение, как меняются студенты из поколения в поколение, либо вы в этом разрезе не смотрите на людей, потому что это то же самое, что сказать, ну как вообще люди меняются в зависимости от десятилетий. Были какие-то тенденции по периодам у студентов? Какими они были, какими они становились? На самом деле кардинально студенты не меняются. Всегда есть те, которые сидят на задней парте. Сейчас они сидят в телефончике, а раньше они могли спать, что-то писать, заниматься своими делами, которым неинтересно. Всегда есть студенты, которым очень интересно, и они потом задают вопросы. Раньше студенты были, относились с большим, скажем, пиететом. Да, вот учитель сказал, все, это истина в последней инстанции преподаватель, все, что он вещает, это правда, и все воспринималось скорее на веру. Потом несколько изменилась тенденция, и возникает такое методологическое сомнение у студентов, издаются вопросы, иногда превокационные, иногда не соглашаются. Компетентен ли преподаватель? Нет, скорее, не согласия какое-то или сомнения в том, что это именно так, как... А вот я считаю иначе, а мне кажется по-другому. Вы знаете, когда дело касается литературы, это ведь каждый действительно может смотреть совершенно иными глазами, могут быть совершенно парадоксальные взгляды на вещи, которые кажутся нам очевидными. Ну как еще можно там иначе трактовать превращение, а, оказывается, можно понимать его совсем иначе. Вот, и это, конечно, было так иногда удивительно. Я очень люблю студентов разных, и особенно люблю, когда приходят студенты там с какими-то синими, зелеными волосами, с дредами, с пирсингом, татуировкой, с тоннелями, и в костюмах форменных, и мажоров, и очень разных. И вот это diversity, это такая разношерстная компания, которая, разумеется, каждый из них мыслит по-своему. Вот это разнообразие меня всегда немножко... Здорово, что на факультетах, где вы преподавали, было так. То есть где я учился, так не было. Я учился на юрфаке, там не так. Там все немножечко... Все хотят достигнуть цели и получить оценки. А для этого, да. Кто-то обходным путем, кто-то ходит, учит, но там мало то, о чем вы говорите. Зеленые волосы вряд ли этому способствуют. Там мало вот отличительных черт у людей, там наоборот, все с раннего возраста к какой-то... Ну, не к солидности, а к стабильности, может быть, стремятся по этому... К футляр. Типа такого, да. То есть вот там набирается, условно, с потока таких человек 10, и они идут там, пытаются в КВН играть, еще что-то. Ну, какие для них есть занятия, не так много. Ну, да, да. А вы знаете, что самое важное я бы хотела сказать про студентов? Когда бы это ни было, 30 лет назад или сейчас, ну, сейчас я больше сталкиваюсь с молодежью здесь, конечно. А я хочу сказать, что самое важное, что нас, оказывается, волнует... У нас у всех болит в одном и том же месте. Мы думаем об одном и том же. Мы страдаем и мучаемся одними и теми же проблемами. Читаем одни и те же книги. И вот то, что это не уходит, и в нас что-то есть очень важное, то, что нас объединяет, независимо от цвета волос и возраста, да. Вот, наверное, это самое клевое, что есть вообще. Поддерживает ли общение с кем-то из студентов? Да. То есть кто-то, возможно, перешел из статуса студентов, статус там друга, коллеги. Да, поддерживаю отношения с очень многими студентами. Допустим, есть девушка, с которой я переписываюсь, наверное, лет 30. Вот как раз она была одним из первых выпусков. Ну, не 30, но что-то около того. И она периодически пишет, поздравляет с праздниками. Мы все время узнаем, как дела. То есть да, поддерживаю. Какие-то были дружеские. Ну, просто так как я все время куда-то переезжаю, с места на место, то, в общем, поддерживать личный контакт, встречаться, получается сложно. Ну, вот здесь, в Кшиштофе, я встретила очень многих своих студентов, с которыми познакомилась именно в университете БГУ. Как вам изначально, отозвалась ли у вас, точнее, идея читать лекции в кофейне? Потому что Лиза тоже ваша, хозяйка заведения, тоже ваша студентка в прошлом предложила вам читать лекции. Лиза попала в очень удачное время. Тогда, когда у меня был какой-то кризис, что ли, когда я чувствовала свою профессиональную ненужность. И она позвонила, я еще раздумывала, согласиться или нет, потому что это такой new experience, в общем, опыт, не совсем, никогда этого не делала. Я согласилась на свой страх и риск. Но еще же первым делом думаешь, что никто не придет? Да, это правда, это правда, никто не придет. Хорошо, думаю я, на первую лекцию соберутся мои ученики, студенты. Да, или друзей ты позовешь, но раз на третий ты перестанешь работать. Да, 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 это был такой страх, безусловно. И надо сказать, что он во многом оправдался, потому что где-то я, наверное, первых зрителей, слушателей разочаровала, потому что я знаю, что очень многие люди, придя один раз, потом не приходили, вот первые несколько раз, и первые книжные клубы, возможно, были не так удачные. Потому что я еще было не перестроилась от академической традиции вести лекции в университете, семинары, вот к совсем иному стилю общения. Но я быстро перестроилась. А что это за стиль общения, расскажите? Чем это отличается от классических академических часов? Ну, лекция, два академических часа, правильно? Да, во-первых, пара, это полтора часа. Прозвенел звонок, все, студентов надо отпускать. А здесь никакой звонок не звенит. А так как многословие – это моя проблема, вообще, наверное, филологическая проблема, но и моя в частности, поэтому я могу удержать столько, сколько мне нужно, и они будут безропотно сидеть и слушать. То есть специфика аудитории тоже обязывает быть проще, интереснее подавать материал. В этом смысле отличается, конечно. То есть можно ли сказать то, что вы… Я сначала хотел спросить, что вы в итоге нащупали, чтобы привлечь своих слушателей, которые у вас там есть уже, ну, сколько, два года скоро будет. Можно ли сказать, что вы просто расслабились и как бы позволили себе подавать информацию так, как вам кажется правильным, а не как того там, ну, где-то требуют местами… Какой-то регламент. Регламент, педагогическая традиция и так далее. Но самое главное – это то, что вы расслабились и отпустили немножко. Да, это точно. Первые лекции давались большим трудом. Инерция академического преподавания оставалась. Я понимала, что вот я проваливаюсь сейчас, что это фиаско, что люди не придут в следующий раз, если я так буду продолжать. И поэтому, конечно, да, пришлось перестроить… Не пришлось, а к счастью, это получилось. И я расслабилась. Вы правы, да. Да, и я в кайф. То есть я стараюсь, я иду и на лекцию, и на книжный клуб с совершенно нетерпением, что вот сейчас, вот сейчас я расскажу, или вот сейчас мы это наконец обсудим. И вот этот кайф, этот драйв, он очень сильно помогает. Давайте про книжный клуб поговорим. Как выбирается литература? Предлагаем все мы. Предлагаю что-то я, предлагают члены клуба. Вот то, что мы будем обсуждать в ближайший книжный клуб, да вообще последние, наверное, я не знаю, уже достаточно давно. Это все предложили ребята. То есть часто бывает так, что вы тоже книгу не читали, и вы так же, как остальные участники, читаете? Или не так часто? Вы все-таки, у вас багаж побольше. Достоевский, разумеется, там разные книги. И там был Маркес, там были художественные произведения, да? И был Маркес. Хотя, пожалуйста. Да, действительно. Не, ну на фоне Марселя Пруста и Улиса, и Маркеса можно читать вообще перед сном просто. Причем там не было шума ярости, например. Видимо, просто люди не знали о том, что есть еще и шума ярости. Не было Вульф, Ветшини и Вульф. Ну, в общем, да, есть такое определение. Я бы даже по авторам Томас Манн, доктор Фаустас, Герман Гесса, игра в бисер. Ну, то есть вот то, что считается... А часто же зависит от того, как подать. Но мне не игру в бисер, мне посоветовал там родственник сильно старший, говорит, Степной Волк, вообще тебе понравится. Но я тоже не сказал, что он прям простой. Там тоже надо привыкнуть к языку через него, надо как-то пройти, надо понять, куда вообще вы с этим персонажем движетесь и движетесь ли вообще. Но просто если тебе сказали, классная книга, попробуй прочти. Я увидел в ней то-то, то-то и то-то, и там вот такой персонаж. Можно так сказать. А можно сказать, Улисс, ты никогда в жизни никогда дочитать не мог. Да, да, да. Ну, ты скажешь, ну, вообще-то я буду первый, что ли, кто будет толкать этим сизифовым трудом заниматься? Зачем мне это надо? Любая серьезная книга требует усилия, труда. Наверное, не бывает, ну, бывает, но очень редко. Непрофессионалам сложные книги не даются легко, это разумеется. Они потому и называются сложными, серьезными, элитарными и так далее. Для этого нужно приложить усилия. Важно то, для чего ты это делаешь. Это, кстати, очень важный действительно вопрос. Есть такой челлендж, допустим, вот надо прочитать Достоевского. Давайте берем Достоевского как наиболее одиозную фигуру, потому что... Простите за то, что я так называю. Потому что словосочетание, сочетание, там, предложение Достоевский – это такая муть, я слышу со школы очень часто. Хотя, наверное, Достоевский – это не самое сложное, что может быть, разумеется. Лев Анинский, кажется, в одном из интервью об этом говорил. Ну, как же так, все читают, Достоевский – самый известный русский писатель, а я вот это не могу одолеть. И он говорил так. Перед вами два пути. Исходный пункт. Я не люблю, не понимаю, не могу читать Достоевского. Тогда у меня есть выбор. Первый. Я закрываю эту книгу и говорю, все, это не для меня. Это самый простой путь. Он не требует никаких усилий. Есть другой путь. Он очень сложный, трудоемкий. Это таки открыть, начать читать, пробиваться, делать над собой усилия, дочитать до конца. И, может быть, к концу станет что-то более понятным. Во всяком случае, мы начнем понимать, что люди в нем находят. Потому что целые чуть ли не философские концепции отталкиваются от Достоевского. Там один шаг до экзистенциализма, какие-то параллели совершенно необыкновенные с нишианством, с фрейдизмом. И даже я помню, что как-то однажды молодой человек спросил меня, вот я не могу читать Достоевского. Неужели за столько лет с момента, так сказать, написания произведений не написали что-нибудь такое, но попроще, чтобы вот без этого всего количества слов, но чтобы было легко читать. Я с сожалением говорю или с радостью, нет. Нет, без вариантов. Потому что есть определенный фундамент. И на него все потом уже наслаивается и возводится. То есть есть какая-то база. Да, есть последователи у Достоевского, но я не думаю, что это проще. Скажем, шумоярость, а вообще Фолкнер или Камю. Я не знаю, насколько это проще Достоевского. Есть эпигоны, безусловно. Но зачем? Это дома пониже и асфальт пожиже. Вы хотите хлебать жиденький бульончик вместо крутого настоя? Ну, это тоже выбор. Ну да, так же, как и в более развлекательной литературе. И сколько есть около Стивена Кинга. Да, абсолютно. Даже у Стивена Кинга вроде бы не самый сложный автор. И то есть бегоны, которые пишут попроще. Попроще, и их сюжеты не такие живучие. Да, но это специфика как раз массовой культуры, которая не остается. Вот то, что не осталось. Ведь эпигоном Достоевского является в определенной степени Крестовский. Да, вот кто сейчас помнит Крестовского? Да, никто не помнит. А вот тогда его читали больше, чем самого Достоевского. Но когда мы говорим, нет, я не понимаю, и даже разбираться в этом не буду, это значит, мы должны осознать, что какая-то дверь в этом огромном мире для меня закрылась навсегда. и то, что люди, миллионы людей в этом что-то находят, значит, в этом что-то есть, чего я не понимаю. А как же мое чувство, собственно, так сказать, с людьми? Людей это злит, правильно? Да, это злит. И это вызывает реакцию из разряда, вы все просто прикидываетесь, что вы в этом что-то увидели. Понимается, на самом деле. Объясните мне. Я привожу часто в пример. Одна девушка в интернете писала, ей не понравился фильм Петровой в гриппе. Она для себя там увидела другой акцент, она говорит, ну я все поняла, это хтонь. Я думаю, ну если даже в понятии современном хтоне говорить, ну в контексте русского кино, наверное, хтонет все-таки там Быков или там Василий Сигарев, хотя он более поэтичный. Но не Петровой в гриппе, который фантасмагория. Это уж точно, да. И она говорит, мол, объясните мне, что же в этом крутого? И через строчки я читаю, вы все прикидываете, вы просто делаете вид, что вы там понимаете Кирилла Серебренникова, понимаете этого Сальникова, но на самом деле, типа в этом ничего нет. Почему вот это так? Почему это вот эти вот, типа сюжетные линии? И почему это Снегурочка с холодной рукой? Вот в этом случае, конечно, трудно что-то объяснить, и тут точно надо... Человек в антагонизм сразу уходит. Просто я продолжаю этот пример. Эта девушка потом, это было, когда этот фильм вышел, и я там на него просто в инстаграме в три строчки отзыв написал позже. И она пришла сама мне в директ и пишет, ну вот, а что там, мол, крутого-то? Я там еле продралась вообще, чтобы понять, что это как. Я говорю, ну хорошо, мне возможно было воспринимать проще, потому что я книгу читал. Она говорит, вот, ты книгу читал. Наверное, в книге есть ключ. Конечно. Фильм без книги и чепуха. Я говорю, ну нет, не так. Всегда есть возможность что-то еще вокруг почитать, посмотреть. И если уж тогда не станет что-то непонятно, то, ну тогда да, точно Достоевский не ваш. Это, кстати, работает. Самая важная, наверное, фраза, которая является девизом моей жизни, если хотите, да? О самом важном. Это сказал Мак Мерфи в «Пролетая на гездом кукушке». Я хотя бы попытался? Я хотя бы попытался. Я хотя бы попробовал. Да. Я хотя бы попытался. И вот так я всегда думаю, когда сталкиваюсь с невежеством, с агрессией, с непониманием. Если мы говорим как-то пафосно о миссии, то просвещение, популяризация. Кто-то написал после одной из лекций и ликбез. Вот ликбез. Ликбез – это как раз то, что я сама считаю здорово. Вот если это ликбез, такой ликбез, наверное, и нужен. Безусловно, мои лекции – это не лекции в университете. Нисколько. И наше заседание книжного клуба – это тоже не семинары в университете. Они проходят совершенно иначе. Цель у нас несколько иная. Нам не важно проанализировать произведение, как мы это делаем в университете, по всем параметрам. Это мультивация оценка. Вас оценку не ставят. У вас человек сам пришел, и еще там несколько, даже, денежек, 200-300 рублей заплатил. Спасибо вам, Сергей. Вы сказали, да, еще один самый важный момент. Самое мучительное в университетской работе – это то, что нужно потом проводить зачеты экзамена и слушать собственные лекции в гоблинском переводе обратно. И потом еще ставить за это оценки и ругать за пропуски, там еще какая-то такая вот. Вот это самое тяжелое, на мой взгляд. И здесь этого нет. То есть я просто читаю лекции, и все. Ну, что может быть прекраснее? Или мы просто разбираем произведение так, как мы хотим делать. Но я не скажу, что прям это совершенно не профессиональный разговор на уровне «а он, а она?» Что, какой он бедно-несчастный или какой он, наоборот, злодей. Нет, мы стараемся все-таки анализ в соответствии со структурой литературо-ведческого анализа, безусловно. Это вопрос, до которого я пытаюсь докопаться уже долгое количество времени. Все-таки, вот вы сказали, у вас внутренний филолог проснулся от Гоголя. Ну, мне, когда там 7-8 класс, вы сказали про циклы, и я не мог целиком оценить язык, но мне безумно интересен был, притягателен мир и выдуманные вселенные, и мир города, и диканьки. Мне тяжеловато было читать Тараса Бульбу, но я смог, и я прочел всего Тараса Бульбу, и я понял этот сюжет, и, ну, что-то там во мне тоже осталось, да. Но хотя бы преступление и наказание, и война, и мир. Ну, для чего они есть в школьной программе? И можно ли представить себе систему изучения литературы в средней школе, где кто-то скажет, ну, невозможно это в 15-16 лет для себя понять, осознать, или это, что это? Это прививка на усидчивость. Я понимаю, что никто никогда их из школьной программы не уберет, потому что это будет, ну, каким-то показателем деградации, это вызовет общественные резонансы, и так далее. Ну, я не знаю, ну, просто, ну, только сам ты можешь к этому прийти. О соответствии текста возрасту, да, когда, что нужно читать, и нужно ли так рано вот эти сложные произведения. Это все индивидуально. Для кого-то это и в 13-14 норм, а для кого-то это и в 40 будет муть, жуть и очень долго, и очень длинно. Я, наоборот, считаю, что вот эта советская программа, оттуда же идет весь, да, весь этот набор, она поставила очень хороший, высокий стандарт. Вот этот вот средний стандарт средней школы. Этот стандарт высокий, золотой. А если мы сейчас скажем, ну, нет, дети не могут, ну, давайте пожалеем, они еще не такие умные, и мы начнем опускать этот стандарт, да, это возможно, но не повлечет ли за собой это опускание среднего уровня. Когда мы ставим высокую планку, мы тем самым надеемся на то, что средний уровень, который и так не очень много читает, должно быть тяготение вверх, а не тяготение вниз. Поэтому держать высокую планку, я думаю, что в этом есть определенный смысл. Вот сейчас мы включаем телевизор, ну, чуть пораньше, да, сейчас, конечно, другая повестка, да, это были сплошные какие-то совершенно бестолковые шоу, которые ничего не дают ни уму, ни сердцу. Люди смотрят и их показывают. Вот где здесь курица, а где яйца? Нам их показывают, потому что мы такие тупые? Или мы такие тупые? Мы хотим это смотреть, да. Да, что якобы мы хотим смотреть, или мы тупые, потому что нам это показывают? Понимаете? Вот где причина, а где следствие? Допустим, вот в те же самые советские времена показывали все эти спектакли, балеты по Первому каналу, в выходные дни. Балетные спектакли, театральные спектакли, оперы и так далее, классического репертуара. Разумеется, наверное, весь народ не сидел и не смотрел, как место встречи изменить нельзя, да? Это было совсем иное количество зрителей. Но вот меня это двинуло в моем профессиональном развитии именно это, книги и телевизор, то, что я смотрел, потому что интернета тогда не было. Достоевский предлагается в 9-10 классе, потому что предполагается, что уже ребенок прочитал «Капитанскую дочку», «Повести Белкина», «Дубровский», «Отсоедети», «Обломов». Ну или где-то параллельно читает. Да, да, там Евгений Онегин. То есть, что вот это вообще-то все уже освоено. И вот если все это уже освоено, то есть есть какой-то уже фундамент, то здесь в Достоевске уже не будет культурный шок. Ну тут чип надо вживлять, чтобы проверять, вот там, по утея держал книгу. Иначе нет, нету этих идеальных чувствов в школе, которые все это прочли. Ну, на самом деле, есть. Ну, что это за люди, единицы? Это филологи. Да, я-то таких встречала очень много, и среди студентов, и среди учеников. Вот, они есть. Не обязательно, кстати, филологи. Ну, филологи чаще есть. Такие вот, то, что все, те, кто все прочитал, и поэтому им сверху можно. А вот тогда уже можно и Джойса, и Пруста. И это уже не будет таким травматическим опытом. То есть я правильно понимаю, что списки книг работают на самом деле? Да. То есть не стоит это отсекать из разряда. Ну, понятно, это было списки книг, которые можно прочитать. Наверное, есть какие-то там секретные списки, где там все и поинтереснее, и вообще там это не для всех. Чтение – это вирус, который живет в семье. Если читают родители, бабушки, дедушки, а ребенку с детства читают книги вслух, то он, скорее всего, будет читать дальше. Но иногда бывает такое, что у ребенка, когда в школе начинают грузить вот этими списками пресловутыми на лето, да, и вообще, тогда у ребенка возникает некое отторжение, и он перестает читать. И это чаще всего происходит в тех семьях, где родители не читают. Они говорят, вот мы свое прочитали, а у тебя программа, тебе экзамены сдавать, вот ты давай читай. Вот это вот отрицание возникает, и тогда ребенок не читает еще, может быть, и поэтому. Если не читающая среда, а где он заразится этим вирусом? Ну, иногда бывает так, что ребенок не читает, не читает все школьные годы, а потом вдруг начинает читать после школы. И такие случаи бывают, и прочитывает все, наверстывает все потом, что он не прочитал. Но это если все-таки где-то вирус бродил. Если говорить про искусство, культуру и вот эти циклы ваших лекций, а не встречи книжного клуба, то, опять же, что больше всего влечет людей, что пользуются наибольшей популярностью, не знаю, из раза в раз? И насколько отличается аудитория чтецов и тех, кто приходит подтянуть себя там по культуре, я не знаю, древнего Египта? На самом деле ходят и туда, и туда почти всегда одни и те же люди. С ростом есть, да? Да, есть, есть. Есть такие люди, которые приходят на целый день сюда, сначала на лекцию, потом на книжный клуб, а иногда и на две лекции, так сказать, абонементки. Я думаю, что надо уже Лизе подумать насчет абонементов. Что интересует? Всегда интересует древний мир, действительно. Египет, Индия, Китай, вот это всегда интересно. И интересует 20 век. Вот как раз то, что сложно и непонятно. Люди идут на то, что известно. Как там по Фрейду принцип удовольствия? Это принцип повторения. Потому что если люди уже слышали или видели, или были в Венеции, во Флоренции, да, или в Риме, и видели эти картины, то они придут, чтобы повторить вот это удовольствие, которое они получили от зрения картины. Вот сейчас еще и лекцию послушать, да, и убедиться, что все именно так и есть. Возрождение – это всегда беспроигрышный вариант. Барокко, может быть. Бывают периоды, которые неинтересны, это нераскрученные, ну, что-нибудь вроде там 18-го, 17-го века, вот, когда немножечко интерес пропадает, а потом начинается символизм при Рафаэлите, пошел модернизм, и вот дальше, начиная с модернизма, авангарда, сюрреализм, вот этот абстракционизм, экспрессионизм. Вот эти измы всегда интересны, потому что, опять-таки, это сложно, неоднозначно, и очень часто люди приходят разобраться, так что же это такое. А есть люди, которые вот прямо с ваших лекций, с нуля начали подтягивать свои знания по культуре и искусству? Несколько раз я слышала, что люди говорили о себе, что вот, я об этом ничего не знаю, и я бы хотела вообще прослушать там весь курс от и до, скажем, от древнего Египта, там, до постмодернизма, да. Но я думаю, что все дело обстоит не всегда так, что я не думаю, что это прямо нулевая паза. Ведь частично история искусства изучается в школе, где-то и в рамках истории, там, древнего мира, или МХК, то есть какое-то представление об искусстве и об этапах, об эпохах, да, у людей уже есть. И когда люди говорят, я ничего не понимаю в этом, то они не всегда, они иногда такое вот немножечко лукавство, да. Это может относиться только к каким-то сложным явлениям, типа экзистенциализм, там, постмодернизм, авангард. Вот в этом смысле, возможно, да. Помимо места, которое, ну, как бы, вы наполнили в том числе, куда входите в Уфе сама, что вам нравится? Где вас можно встретить? Ну, не с целью вас преследовать, а просто что вам нравится из каких-то культурных или досуговых инициатив? Да, где можно преследовать очень часто на концертах симфонического оркестра нашего. То есть я стараюсь, не скажу, что на все, но я стараюсь на многие выступления симфонического оркестра ходить в театр оперы и балета, конечно. А чего вам не хватает в Уфе? То есть куда бы вы, допустим, ходили с удовольствием или что бы вы посещали, но вот в Уфе пока с этим есть какую-то пробелку. Красивых парков с определенной инфраструктурой, с какими-то событиями, ивентами, да, как сейчас говорят, которые происходят, чтобы там все что-то двигалось и происходило, ну, типа парка Горького, да, типа, типа... Ну, организация пространства, плюс событийность. Плюс еще, да, и плюс это именно уличное пространство, то есть вот я как-то очень люблю всякие парки, скверы, фонтаны и тому подобное. Я был однажды в Москве на фестивале еды по Игре Престолов. Просто притащили этот трон, который там по партнерам в свое время выдали, по-моему, у РЕН-ТВ он был, они его там по всем выставкам возили, по Комик-Кону и так далее. Там было сколько-то косплееров, тут пекли пироги, тут еще там что-то выпить наливали, и там просто вообще какой-то был праздник. Я, конечно, не любитель массовых каких-то гуляний, и я тебе не скажу, что редко посещают его вообще никогда, поэтому... Массовые гуляния сразу ассоциация с салютом на горсовете. Я вот такое, наверное, лет 7 последний раз посещал. У меня вообще представление о массовых гуляниях – это что-то на уровне балалайка, гармошка, медведя пляшут. Сибирь и тюрьмя. Да, 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 именно так. Но это ведь, вы подвели пример того же самого парка Горького, то есть это можно организовать? На самом деле, понятно, что ты не всегда отсеешь людей, которые какой-то хаос вносят, но с этим тоже можно поработать. Абсолютно точно, да, это очень здорово, мне очень понравилось. Вы сказали очень хорошо и лаконично про свою миссию, как про ликбез, про то, чтобы быть вот этим проводником, если человеку где-то не хватает факела для того, чтобы осветить, как ему кажется, темный мир каких-то знаний о культуре и чтении, которые многих людей наполняют, а я вот почему-то как-то выпадаю за рамки, то это действительно миссия, и это очень важное дело, которым вы занимаетесь. Последний вопрос. Что вас делает счастливой? Вот как раз именно это и делает счастливой. Я вообще реалист, я не живу в розовых очках, и я не думаю, что вот я сею тут разумное, доброе, вечное, и тем самым вношу, так сказать, частичку гармонии во всеобщий хаос. Я прекрасно понимаю, что всякое искусство совершенно бесполезно. Привет, Оскару Вальду. Что литература и искусство ничему людей научить не способны, потому что если бы люди были способны учиться на книгах, после Илиады не было бы ни одной войны, и после Библии не было бы ни одного преступления, после Нового Завета. Поэтому я прекрасно понимаю, что все это, в общем, скорее всего, такая вот моя иллюзия. Но если хотя бы один человек из тысячи, вот у меня процент такой, я бы, конечно, сказала побольше, ну ладно, пусть будет из тысячи, после моих лекций или наших встреч в книжном клубе, ну, стал хоть чуть-чуть, не скажу добрее, лучшее, это вряд ли возможно, но стал понимать, что мир многообразнее, шире, он объемнее, объемнее, сложнее. Вот я даже вижу свою задачу в том, чтобы увидеть мир сложным. И это замечательно. И увидеть, что, понять, что на самом деле мы сложные, и что у нас всегда есть возможность выбирать, когда, хотя нам кажется, что иногда у нас нет выбора, на самом деле он есть. И я надеюсь, что если в какой-то там сложной, и безнадежной ситуации, я чем-то помогу, вот, не знаю, поддержать. Хотя серьезные книжки редко бывают веселые. Вы это заметили? Ну да. Что да, они так редко на позитиве, наоборот, все заканчивается очень плохо обычно. И когда мы заканчиваем обсуждение очередной книги, где все плохо и все умерли, то, или там еще хуже закончилось поражением, то мы всегда договорились делать так. Да, может быть, человечество пока еще не образумилось. И надежды на это очень мало. Но если есть хотя бы один человек, которого, ну, я не знаю, зовут Курт Вонегуд, да, или Габриэль Гарсия Маркес, а если вот один человек сумел это увидеть, понять, и до нас донести, и сказать, вот смотри, я тоже над этим страдаю, я с тобой, то, значит, не все потеряно. Не все потеряно. И я-то думаю, что мы вряд ли победим, я имею в виду по жизни, да, все заканчивается всегда печально, но во многом в поражении может быть победа, то, что мы все-таки попытались, устояли, не сломались и продолжаем делать свое дело, несмотря на то, что оно безнадежно, вот, может быть, это самое важное. Спасибо большое вам за беседу. Спасибо вам. Нечего добавить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!